Привет, друзья, это Азимов Альберт. Сегодня у нас занятие о инфляции и о дефляции. Если коротко, то мы поговорим о том, почему мы покупаем дома в США, почему мы инвестируем и почему мы вынуждены это делать. И прежде чем мы начнем, я хочу сделать анонс. 5, 6, 7 апреля будет наш ивент по недвижимости в городе Тампа, штат Флорида. На этом сайте вы можете зарегистрироваться, вы можете посмотреть отзывы, вы можете посмотреть видео предыдущего мероприятия. Если вы приедете, то вы абсолютно точно захотите купить несколько недвижимости, если вы еще раньше этого не сделали. Я помню еще с второго курса института у нас были несколько занятий по экономике. Такой, знаете, предмет сборку, который не был основным для нашей профессии. И преподаватель, женщина, которая делала эти занятия, она сказала тогда фразу. Студенты, вам нужно понимать, что инфляция, когда она в небольшом количестве, типа там 3-5 процентов, она очень полезна для экономики и так далее. И сегодня, когда мне уже 44 года и я много лет уже, ну как бы работаю с инфляцией, работаю с активами, работаю с недвижимостью, я понимаю, что она была последователем той школы экономических теорий, которая называется Каэн-Азианская школа экономики. И я сегодня немножко расскажу об этом. И начнем с вот этой картинки, она очень знаменитая и она отражает ситуацию с американским долларом за период примерно 110 лет. Этот график очень ярко и красочно показывает основные события, которые были за последние 100 лет и показывает потерю долларом США 99 процентов своей покупательской способности. И самый большой quantitative easing в истории за вот эти 100 лет пришелся на коронавирусные, там 20, 21, 22 год. 3,8 триллиона долларов было вброшено в экономику в 2020 году. И это составляет 20 процентов от всех долларов вообще созданных за всю историю страны. И на этой таблице можно увидеть, что покупательская способность одного доллара в 1913, например, году составляла 30 шоколадок Hershey's. Шоколадки Hershey's, они сегодня продаются такого же размера и они, наверное, такие же на вкус, потому что эта компания, она и производит больше 100 лет. И представьте себе, 30 штук можно было купить в 1913 году на 1 доллар. Или, допустим, 20 бутылок кока-колы вы могли получить на 1 доллар в 1944 году. Или вы могли получить в 1971 году 17 апельсинов на 1 доллар. И всего лишь в 20-м году, 4 года назад, всего лишь 4 года назад, вы могли получить 1 кофе в Макдональдсе на 1 доллар. Я давно не ходил в Макдональдс, но я так просто, чтобы ради интереса открыл цены в Макдональдсе на кофе сегодня на 2024 год. И я не вижу ни одного кофе за 1 доллар. Ни маленький, ни средненький, никакой. 2,60, 3,54, 2,69, 3,69. Я долго и долго искал, пока я нашел вот этот премиум рост кафе маленький за 1 доллар 79 центов. То есть он в 20-м году стоил 1 доллар, в 24-м году он уже стоит 1 доллар 79 центов. Это все, что вам нужно понимать о том, с какой скоростью доллар теряет свою покупательскую способность. И вот тут мы возвращаемся к вопросу, а что такое инфляция? И откуда она происходит? Если вы просто наберете слово инфляция в гугле и гугл вам ответит на вопрос, что это такое, он скажет, что это увеличение цен и вообще это увеличивает стоимость жизни в стране за какой-то период времени. Объяснило ли это что-то? Нет, это ничего не объяснило. Я это своими глазами могу видеть, что это увеличивает стоимость жизни за какой-то период времени. А вопрос немножко другой, что такое инфляция и почему она происходит. И на сайте инвестопедия есть несколько вещей, которые все повторяют практически одно и то же. Что инфляция это некий коэффициент, на который растут цены на какие-то сервисы, товары. Окей, инфляция бывает трех типов, ля-ля-ля-ля-ля. Так, наиболее часто используемый индекс для измерения инфляции в США это Consumer Price Index, что есть CPI или Wholesale Price Index. Это тот способ, которым правительство нам предлагает измерять инфляцию. И он всегда врет. Почему? Потому что в эту корзину для измерения инфляции кладут не те товары, которые по-настоящему дорожают, например, стоимость домов или стоимость еще чего-то, что является товаром первой необходимости. Оттуда кладут всякую ерунду, которая не очень сильно дорожает. Там салат какой-нибудь. Дальше. Инфляция может быть позитивной или негативной зависимости, ля-ля-ля. Короче, вот эти вот все вещи в основном это чушь. Потому что здесь не объясняется, откуда взялась инфляция. Здесь не объясняется, почему она уже на протяжении ста лет существует. Почему доллар США каждых несколько лет теряет несколько процентов своей стоимости. И сколько бы вы не откладывали доллар США на какой-то сейвинг или там аккаунт или под матрас или просто в баночку, да, в свинку, гарантированно через 100 лет их стоимость ноль. То есть эти бумажки по-прежнему там будут лежать, но их стоимость ноль. И вы не можете на них через 100 лет практически ничего купить. Может чашку кофе, да, на 100 долларов, которые вы отложите. Через 100 лет, возможно, один стаканчик кофе можно будет купить. И смотрите, какая штука. Многие, кто смотрит это видео, скажут, а почему ты все время о долларах говоришь? Почему не обсудить другие валюты? Есть же столько замечательных придуманных денег в мире. Большинство стран в мире сменили свое название, сменили свои границы, сменили свое правительство полностью и сменили свою валюту. Почему? Потому что та валюта, которая ранее у них была, она перестала быть действительной после того, как страна перестала существовать. Окей? Дальше. Другие страны имеют то же самое название, но их валюта за 100 лет 2, 3, 4 раза полностью коллапснула. И им пришлось перевыпускать новую валюту. Доллар США самая крепкая валюта, но самая крепкая валюта потеряла за 110 лет 99% своей покупательской способности. Это значит, что все другие потеряли еще больше за 100 лет. Окей? Поэтому мы приходим к неутешительному выводу, что инфляция это не просто цена на молоко или бензин или аренд стала дороже. Инфляция это тот фактор, который нас заставляет быть инвесторами. Именно из-за инфляции, из-за того, что она нас подгоняет, мы вынуждены инфляции, вместо того, чтобы просто откладывать доллары на там условную полочку или там какую-то банковскую ячейку, да? Есть же сейфы, в которых ты можешь просто складывать там пачки денег. Нет. Вы вынуждены эти деньги не просто класть куда-то, чтобы они там потихоньку теряли покупательскую способность, а вы вынуждены их инвестировать куда-то, чтобы они делали хоть какой-то процент. И считается, что хорошим инвестментом является та инвестиция, которая хотя бы больше CPI. С чем это можно сравнить? Смотрите, представьте себе, что вы сидите в лодке. Маленькая лодка, которая плывет по какой-то реке. И у лодки есть какая-то скорость относительно воды. Пусть будет 5 узлов, потому что скорость на воде измеряется в морская миля в час, да? Это один узел. И лодка плывет 5 узлов. Но вы знаете также, что у реки есть течение, и это течение двигается против вас со скоростью 4 узла. Какая скорость лодки относительно берега? Вы плывете мимо какой-то точки маяка какого-нибудь на берегу, да? Какая ваша скорость? 5 минус 4 равно 1. Вы делаете один узел на этой лодке. Одну морскую милю в час. Вы не можете плыть быстрее. Вы ничего не можете сделать с течением. И примерно вот так вот выглядит бизнес очень многих real estate инвесторов, инвесторов в акции, инвесторов в бонды, казначейские обязательства, инвесторов в землю, инвесторов во все, что угодно. Все мы плывем против течения. И у нас у всех, ну как бы, разная эффективность бизнеса, да? У кого-то есть мотор, который эту лодку быстрее толкает, у кого-то есть парус, который немножко медленно ее тянет, а у кого-то может быть весла. И представьте себе парня, который на веслах не может грести больше, чем 2 узла в час. Ну, 2 узла, это 2 морских милю в час. А скорость течения 4 узла. Что это означает? Какой бы он не был замечательный гребец, он сдрейфовывает минус 2, со скоростью 2 узла, он двигается в противоположную сторону. То есть ему в принципе нет смысла грести, нет смысла напрягаться. Он все равно плывет со скоростью 2 узла против того направления, в котором он пытается плыть. И, как ни странно, у многих real estate инвесторов их инвестиция работает примерно так же. Они садятся, пересчитывают свою доходность, эффективность своего бизнеса через, допустим, 10 лет владения каким-то активом и обнаруживают, что если бы они просто ничего не делали, вот ровно ничего не делали, то результат был бы лучше, чем то, что они работали, ну, гребли, да, в течение нескольких лет. Окей, одна из картинок, которую я держу у себя над рабочим столом, выглядит вот таким вот образом. Это данные, собранные с 1 января 2000 года, то есть за 23 года как минимум. И здесь собран процент прироста недвижимости, купленный в разных экономических эреях в разных частях США. И вы можете видеть, например, в Детройте показатель прироста цен на недвижимость 2,54% в год в среднем за 23 года. То есть в какой-то год будет больше, может быть, у них в 22 году лучше росло, да, а в какой-то год будет меньше. Но средний показатель 2,54%. Шарлатт 4,27%, гораздо лучше, чем Детройт. Дальше, Портланд 4,98%, еще лучше. Феникс 5,06% в год. Сиэтл 5,56%, Тампа-Бэй 5,79%, вообще замечательно. Сан-Диего, Каунти, Калифорния. Это Каунти, который рекордный горячий маркет, много лет. 6,16% средний годовой прирост. Гретер-Лос-Анджелес 6,21% и Саус-Флорида, Метрополитен-Эрия 6,29%. Что мы здесь должны понимать? Что вы можете с помощью этих цифр довольно точно спрогнозировать, что будет с вашим инвестментом, если вы купите какой-нибудь условный дом в одной из этих эрей, вы можете прикинуть, сколько будет прирастать к вашему капиталу каждый год. И зелененький столбик внизу, Consumer Price Index, это официальная инфляция, которую правительство измеряет, и у них всегда получается меньше, чем есть на самом деле. Ну окей, давайте предположим, что это правда. 2,54%. То есть правительство говорит, ребята, инфляция всего лишь 2,5% в год, инвестируйте. Теперь что мы должны сделать? Мы должны к каждому из этих доходов годовых, мы должны внести поправку на инфляцию. То есть это как бы скорость лодки. Это скорость лодки под парусом, wherever. Там 3 узла, 5 узлов, 6 узлов. И мы знаем, что скорость течения, против которого двигается эта лодка, 2,54%. Окей, вот вам вторая картинка. И на этой второй картинке уже внесена поправка на инфляцию. Здесь вычтено из каждого столбика инфляция 2,5%. И поэтому у нас в Consumer Price Index, видите, стоит 0,000. Это потому, что отняли инфляцию. И вы видите, что каждый столбик немножко уменьшился, как раз на те 2,5% с небольшим. Итак, Detroit Area получился в минусе. Cleveland 0,05%. Ну, то есть вообще слезы. Дальше. Chicago Metropolitan Area 0,36%. Доходность? Средняя доходность за год с поправкой на инфляцию. Давайте посмотрим самый успешный регион недвижимости South Florida Metropolitan. 3,75%. Почему так? Потому что от 6,5% отняли эти 2,5% с чем-то. Вот получилось 3,75%. Но даже эти цифры слишком хороши. Почему? Потому что у нас есть еще... Мы должны понимать, что CPI не является правдивым отражением инфляции. CPI это, скажем так, версия, которую нам накидывает правительство. И на самом деле, когда мы смотрим на стоимость того же самого кофе, которая дорожает, не знаю, продукты, стоимость рента, стоимость того-то, все дорожает гораздо быстрее, чем 2,5% в год или 3,1%, как они там недавно отрапортовались, что 3,1% официальная инфляция сейчас в Америке. На самом деле она сильно больше, чем 3,1%. И из-за того, что вот эта инфляция от нашей покупательской способности, нашего проданного дома полученного доллара прибыли, она заберет какую-то часть, именно поэтому мы имеем не 6 или 7 или сколько-то там процентов ежегодного прироста, а мы имеем 3,75%, например. И единственный способ, как мы можем как-то обойти, это использовать креативное финансирование. Потому что если вы покупаете недвижимость all cash, дом стоит 500, вы за него 500 кэшем заплатили, и на ваши 500 в среднем 3,75% прирастает каждый год в виде equity на недвижимость. Ее еще продать надо потом, еще таксы заплатить, потому что тут не учтены capital gain таксы. Затем я представил, а что есть противоположным от инфляции? Давайте поищем определение, что такое дефляция. И первая же картинка, которую вам выдает Google, она выглядит вот таким вот образом. И здесь написано, что дефляция происходит, когда цены на товары и сервисы идут вниз на протяжении некого периода времени. И это означает, что покупательская способность денег, которыми вы владеете, увеличивается. И это дает возможность людям покупать больше через некий период времени с той же самой суммой денег. И дальше замечательная дописка. Вам может показаться, что это хороший признак, но слишком большая дефляция может привести к экономическим проблемам, и это может привести к тому, что потребители гораздо меньше тратят денег и так далее, и так далее. И вообще люди будут ждать, когда цены опустятся, для того, чтобы потратить свои доллары. И это, о боже, может замедлить экономический рост. Вот этот вот bullshit, это тоже часть общепринятой пропаганды, которая существует, и общепринятой монетарной политики, которой сейчас руководствуется США. И давайте я вам покажу мужика, благодаря которому появилась эта экономическая политика. Джон Мейнард Кейнс жил в конце XIX века, первой половине XX века. В 1946 году он умер. И он был экономистом, который написал несколько трудов по макроэкономике. И самый известный это General Theory of Employment. Был очень интересным парнем. Он был скорее не капиталистом, а он был социалистом. Благодаря его экономическим трудам, его работам, центробанки, то, что они сейчас делают, то есть производят деньги в неограниченных количествах, вот это все опирается на его экономические теории. И Кейнс, скажем так, убедил общество в том, что если, не дай бог, будет в экономике дефляция, то есть стоимость денег будет приносить людям больше товара, все больше и больше в будущем, то люди будут стараться держаться за деньги, сейвать, будут инвестировать только в те вещи, которые могут поднести по-настоящему большие плоды и не будут покупать товары и сервисы. А товары и сервисы очень важно, чтобы продавались для того, чтобы был ВВП. Ну вот примерно так он рассуждал. И современная вся экономическая машина в США, она построена на том, что на страну нужно каждый, при каждой возможности, при каждом каком-то маломайском кризисе, нужно сбрасывать очередной триллион долларов, или два, или три. Делается это через Центробанк и самые крупные банки в стране. И благодаря тому, что у людей появляются деньги, они начинают тратить деньги. Благодаря тому, что у людей появляется возможность получить деньги, они начинают их использовать для даунпеймента и покупают себе дом большего размера. Когда люди покупают себе дом большего размера, они платят ежемесячные платежи, они уже на крючке на следующих 30 лет. И когда у людей появляется больше денег, они покупают больше автомобиль вместо меньшего автомобиля. Или они покупают второй автомобиль вместо одного автомобиля. Или покупают третий автомобиль. Когда у людей появляется больше денег, они начинают больше кушать в ресторанах, чем дома. Когда у людей появляется больше денег, они начинают больше путешествовать, тратить денег на туристическую индустрию. И так далее, и так далее, и так далее. И вот эта теория, что манепринтинг является палкой-выручалкой от любой проблемы в экономике, в принципе, вот этой теорией и руководствуются современные чиновники, которые управляют Центробанком. Джером Пауэлл, Джанет Йеллен и другие политики. И так далее, экономика США, недвижимость США могут отсорбировать еще очень и очень и очень много триллионов долларов. Да, в будущем дети и внуки, им придется платить очень большую цену за это. Но сегодняшние ребята, они всегда, ну есть такая поговорка, kicking can down the road, да, то есть просто берут это ведро и пинают его вниз по улице. Каждый раз, когда появляется проблема какая-то, они продолжают ее перекидывать в будущее, да. И каждый раз, например, когда какой-то банк доходит до ручки и не может платить там по каким-то обязательствам, просто сверху магический вертолет прилетает, сбрасывает, ну условно, триллион долларов на этот банк, и проблема решена. Когда какая-нибудь крупная компания, крупная, у которой несколько десятков или сот тысяч сотрудников оказывается в беде, потому что они плохо делали бизнес, сверху магически прилетает правительственный вертолет и сбрасывает на них там миллиарды долларов. Когда какая-нибудь, где-то начинается какой-то военный конфликт, да, дефенс-контракторы, ну, компании, которые делают вооружение, они приходят к правительству, говорят, смотрите, видите, нам нужно, нам нужно защищать страну. И магическая рука сбрасывает на них сотни миллиардов долларов, если не триллионов. И вот этим вот в США занимаются уже больше ста лет. И почему инфляция происходит в стране, вот это и есть главная причина. Когда вы спрашиваете какого-нибудь специалиста по экономике, по монетарной политике, какого черта мой доллар за сто лет теряет полностью свою цену, ну, окей, 99% своей покупательской способности, они не в состоянии ответить. Они говорят, ну, инфляция-то когда цены растут. Нет, цены растут, это и есть следствие. А что есть причина? Из-за чего? Кто виноват? Как сделать, чтобы это не происходило? Он, ну, понимаете, это сложно. И дефляция, это на самом деле позитивный процесс. Лучше бы экономика имела несколько процентов дефляции каждый год, ну, то есть увеличение покупательской способности денег каждый год. И, например, этому обучает австрийская школа экономики. Но, к сожалению, у нас в США кейнезианская школа экономики, да, и принять деньги каждый раз, когда у тебя что-то не получается тут или там, это есть главный, знаете, такой главный постулат, это главный девиз этого товарища, этого экономиста Кейнса. И последняя вещь. Сейчас люди потихонечку становятся умнее, да. Интернет принёс очень многим книги, интернет принёс людям какие-то знания. Люди начали читать, что, оказывается, инфляция — это не что-то типа ветра или дождя. Эта штука создана людьми, которые сидят в кабинетах в галстуках. Это не что-то такое, что само появилось, да. И если бы экономика работала правильно, ну, представьте себе, что у нас в качестве денег были бы те деньги, которые не обесцениваются каждый год. То мы бы делали совершенно противоположные вещи вместо того, что делаем сегодня. Например, условный Джон Смит, каждый раз, когда он получил какие-то, ну, какой-то чек в пятницу, да, получил свои, там, тысячу или две или три тысячи долларов, он бы подумал, если я потрачу сегодня в пятницу в баре эти деньги, а завтра в субботу в торговом центре, а потом ещё на что-то, то я потрачу, по сути, семя, которое может дать прибыль моей семье, если я просто это положу на полку и, ну, сохраню эти деньги. Если я сегодня отложу этот доллар, то покупательская способность этого доллара, допустим, через 10 лет будет как полтора доллара или как два доллара. Это ли не потрясающе? Дальше. Люди, зная о том, что через несколько лет цены на товары будут ниже, чем сегодня, они бы подумали, а нужно ли мне действительно покупать вот ту пластиковую фигню, которую я видел где-то, нужно ли мне её действительно покупать сегодня, эту штуку? А может быть, просто подождать и купить её немножко позже, ну, там, ближе к Новому году? А может быть, вообще её не покупать? Потому что, когда я её покупаю, я лишаю себя этого доллара, который я мог бы отложить на будущее. Звучит как бред, да? Окей, давайте пойдём ещё дальше. Если люди знали бы совершенно точно, что их доллар через 10 лет, через 15 лет позволит им гораздо лучший стиль жизни себе купить, стали бы они сегодня покупать на него что-то, чтобы сделать свою жизнь сегодня весёлой или, там, знаете, крутой, да? Многие люди тратят сегодня деньги, потому что они не верят в то, что завтра наступит. Именно это и есть главная причина того, что люди сидят на наркотиках, люди страдают алкоголизмом, люди переедают сладкое, люди, в принципе, жрут много. Люди очень многие вещи глупые делают просто по той причине, что они не верят, что завтрашний день, окей, послезавтрашний, будет лучше, чем сегодняшний день. Девиз «Живи сегодняшним днём, неважно там, что завтра», он является причиной того, что люди знают точно, что доллар через несколько лет уже не будет этим долларом, это будет 30 центов, понимаете? И вот это и есть главная проблема. Теперь давайте поговорим об инвесторах. Если инвестор абсолютно точно знает, знает, да, вот у него есть статистика, что его доллар через, там, 10 лет будет стоить как 2 доллара или как 3 доллара сегодня, его 100 тысяч долларов через 10 лет это будет как будто 300 тысяч. Будет ли он сегодня инвестировать эти 100 тысяч? Нужно ли ему вообще покупать что-то, что является инвестиционным продуктом? Будет ли он нести деньги на сейвинг-аккаунт в банке, который даёт, там, не знаю, 2% в год или там 1 или сколько? Он скажет, зачем мне это? Ему просто деньги класть в коробочку. Всё, в коробку от обуви. Это самая лучшая инвестиционная коробка будет. Будет ли этот инвестор делать что-то ещё такое, что приносит, сколько мы там смотрели, самый лучший 3,25 или 3,5% годовых инвестментов? Да, конечно же, он не будет этим заниматься. Зачем это делать? Это то же самое, как если бы вы плыли на лодке, лодка имеет парус и ветер, там, 4 узла. И вы знаете, что есть ещё течение, и течение подгоняет лодку, и это течение ещё даёт 4 узла. Многие яхтсмены, они сказали бы, да зачем парус ставить вообще, зачем это делать? Мы дрейфуем со скоростью 4 узла. И так нормально. Понимаете, о чём я говорю? Очень многие люди не стали бы вообще инвестировать, потому что это, ну, для этого же знание, для этого нужно какие-то усилия делать, для этого нужно что-то дополнительное, знаете, отказаться от субботы и воскресенья и что-то ещё дополнительное делать. Но, к сожалению, мы с вами находимся в инфляционной реальности, созданной специально. Специально созданной. И эта инфляционная реальность толкает в спину каждого. Гриби, 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 а то не успеешь. Вот примерно так работает современная экономика. Любой человек, который пытается откладывать деньги, автоматически нищий. Любой человек, который имеет бизнес с низкой доходностью, низкой рентабельностью, он автоматически убыточный. Любой человек, который имеет недвижимость в тех эреях, помните, там Кливан, там Чикаго, ещё где-то, которая не растёт по 6 или по 7% в год, которая растёт, там, не знаю, 2% в год. Он не догоняет CPI, он течение быстрее его сносит, чем он гребёт. Он автоматически нищий, потому что эта недвижимость ему даёт минус через несколько лет. Вы понимаете, насколько большой урон приносит созданная инфляционная среда? Экономический прогресс человечества должен был бы сделать так, чтобы мы жили в дефляционной экономике, а не инфляционной экономике. Ну, давайте я объясню, почему в свободном рынке, в фримаркете, в принципе, дефляция – это должно быть нормальное состояние экономики. Представьте себе 200 лет назад, 1824 год. Как люди 200 лет назад, скажем, собирали урожай пшеницы? Вот выросла пшеница на поле, да, кто-то брал какой-то острый инструмент, не знаю, серп, косу, что-нибудь ещё, срезал эти колоси. Это большой кусок работы. Потом кто-то брал это всё, клал на какую-то телегу с напряжёнными домашними животными, вёз это в другое место, и там это ручным инструментом молотили, да, эти зёрна нужно отбить от этих колосиев. И это, опять же, физический труд, много людей должны были этим заниматься. Потом кто-то брал это всё, грузил в мешки, вёз в другое место, там, где стояли жернова, чтобы перемолоть эту пшеницу в муку. И жернова – это, по сути, большие камни, которые должно было крутить какое-то животное запряжённое, там, ослики какие-нибудь, или ветер, или, возможно, гидроколесо. Короче, каким-то образом должна была поступить вот такая энергия, чтобы это всё было перемолото. Окей, сделана работа, это перемолото на муку, эти мешки погружены. Теперь, представьте себе, как делалась выпечка хлеба, да, 200 лет назад. То есть, кто-то брал эту муку, там, другие компоненты, и руками физически тяжёлая работа. Перемешивал это всё в тесто, вымешивал тесто. Вы можете представить себе, если у тебя пекарня, и ты каждое утро в 5 утра там начинаешь работать, чтобы к 8 уже торговать этим хлебом, сколько тебе нужно было этого теста перемесить? Были специальные здоровые мужики, которые называли «тестомес». Они только этим тестом и занимались. И они каждое утро рано-рано вставали и это делали. Потом кто-то это всё формировал, выпекал. Опять же, чтобы это выпечь, нужен, чтобы кто-то растопил печь, кто-то должен был нарубить эти дрова или там уголь какой-то привезти. То есть, опять же, много людей физическую большую работу должны были сделать, чтобы это всё произошло. И только после этого можно было продать этот хлеб, употребить этот продукт. Проходит 150-200 лет, да. Экономика изменилась кардинально. Каким образом? Потому что теперь один человек садится на комбайн в поле и этот комбайн за день убирает не знаю сколько сотен, десятков этих гектаров этой пшеницы. Один-единственный человек сидит с пультом, кондиционер у него, музыка играет и у него этот комбайн тонны-тонны этого зерна убирает. Вы понимаете, насколько меньше трудозатрат? Затем другой какой-то человек отвозит это всё на какую-то условную мельницу и там кто-то нажимает на кнопку и это всё перемалывается на муку. Никакой физической работы уже практически нету, да. Ну, если там какие-то погрузки, разгрузки, это такое. Потом кто-то эту муку отвозит и огромные электрические машины мешают, вымешивают это тесто на заводе, где, не знаю, сто тысяч этих батонов хлеба выпекаются каждое утро. Это не какая-то маленькая пекарня, это завод, который весь город снабжает хлебом каждое утро. И эти батоны выпекаются в электрической печи, которая работает, ну, или газовая там какая-то система, то есть там никто дрова не подбрасывает каждый мёд. Гораздо меньше трудозатрат людей, гораздо меньше ресурсов используется для изготовления единицы продукта на сегодня. И это в сотни раз меньше усилий требует от людей произвести продукт сегодня. и это доказывает, что продукт, финальный продукт, этот батон хлеба, он должен стоить в сотни раз дешевле, чем он стоил сто лет назад или двести лет назад. Согласны? Давайте другой пример. Представьте себе, что двести лет назад или триста лет назад вам нужно перевести с восточного побережья на западное побережье США некий товар. Сто тонн какого-то груза с восточного побережья на западное побережье. Дороги грунтовые только. Ваш транспорт это животные и телеги. Ну, или какие-то лодки, если там река есть. Количество времени, сколько вам нужно для того, чтобы этот товар переместить, не знаю, год, два, может, вообще никогда не доедет. Количество задействованных людей трудно даже представить. Сколько должно людей перегрузить это с телеги на телегу, сопровождать это, потом снова перегрузить, потом перевезти через реку вброд, потом снова сопровождать люди с оружием, лошади, меняем лошадей, кто-то умер по дороге, кто-то новых лошадей купили, везен дальше. Это такой проект, и это конкретный, ну, много-много-много караван из многих-многих вагонов, и сотни людей должны участвовать только в том, чтобы этот весь караван двигался. И это при условии, что по дороге никакой торнадо не налетит, никакие там нигдеицы, ни лихорадка, ни что-нибудь еще не произойдет. То есть, это при условии, что вообще все хорошо, они просто едут. И эти сто тонн груза, чтобы переместились, нужно просто неимоверно... Представьте себе стоимость одного килограмма этого груза, доставленного через Америку. Он просто золотым выходит, этот груз. Ну, и в то время даже так не возили. В то время просто кидали все в пароход или парусное судно, и это судно плывло вокруг там всего. Еще не было тогда Панамского канала, нужно было вокруг мыса Горн плыть, вообще через три океана. Количество просто работы, которое нужно сделать, было умопомрачительно дорогим. Сегодня, если вам нужно перевезти сто тонн, вам нужно три или четыре трака, вы туда бросаете этот груз, три дня, груз там уже готов на другом берегу. платите несколько тысяч долларов и груз там. И один человек везет это. Ну, окей, будем считать два, они там меняются. Все. То есть, вы понимаете, насколько сегодня каждая единица товара дешевле стоит просто потому, что есть фабрики, которые 24 часа в сутки в автоматическом режиме клепают те товары, которые раньше, может быть, кто-то вручную изготовливал. Возьмите книги. До изобретения печатного пресса Гутенбергом одна книга изготавливалась вручную каким-нибудь монахом, который сидел и писал на бумаге, на пергаменте с пером, который нужно было макать в чернильницу, и он мог несколько месяцев или лет переписывать эту книгу. Когда тебе нужно было изготовить книгу номер два, он клал оригинал, рядом клал там свеча или лучина и снова сидел и писал. Несколько лет изготовлена книга номер два. либо сидели несколько там монахов и чуть быстрее этот процесс происходил. Когда Гутенберг создал эту машину, печатный пресс, количество времени, которое нужно было затратить на изготовление одной книги, свелось к каким-то нескольким часам. когда сегодня, ну там, окей, в 20 веке, какая-нибудь типография печатает тираж газеты, я работал когда-то в газете, они печатают за одну ночь несколько сот тысяч единиц. За одну ночь тираж готов утром к продаже. еще немножко произошли изменения. Появился интернет, появилась возможность доставлять знания онлайн. Сегодня для того, чтобы вам доставить тот же объем знаний, которое раньше нужно было Гутенбергу печатать, может быть, часами, нужны 0,00 сколько-то там секунды. Вы просто кусочком пластиковый экран так два раза кликнули и весь этот объем знаний у вас перед глазами, все, пользуйтесь и наслаждайтесь. Более того, вы сами можете изготавливать книги тысячами, просто вот взял и на компьютере так клац и оно пошло. То есть понимаете, что сегодня изготовление единицы какого-то товара или услуги стоят в тысячи раз дешевле, чем это было 100 лет назад, чем это было 200 лет назад. И это доказывает то, что современная экономика, она должна быть дефляционной. Каждый товар, который в поле нашего зрения на протяжении жизни попадает, он должен с годами становиться дешевле, если это один и тот же товар. Та бутылка Coca-Cola должна стать за 100 лет в 100 раз дешевле. Потому что сто лет назад там ее может еще вручную наливали, сейчас это точно уже никто, ее даже пальцами никто не касается, все через машины проходит. И то же самое, что касается одного галлона бензина, то же самое, что касается одного батона хлеба, то же самое, что касается одного мужского костюма тройки. Все изготавливается в сотни раз дешевле и эффективнее, чем это было раньше. И естественный свободный маркет, фри маркет, он должен быть дефляционным. Наша лодка, она должна постоянно плыть с тем течением, которое ее подгоняет. Вот это есть правильная лодка и правильные условия. Почему мы имеем течение, против которого постоянно приходится грести? Потому что инфляция это штука, которую создали искусственно и создают каждый год те люди, которые производят следующий триллион долларов, делая при этом несколько миллиардов людей на планете вот так вот беднее на несколько долларов каждый раз, когда они это делают. долларов, долларов, они которые будут на